Приветствую вас, дамы и господа! Все началось с того, что еще в декабре прошлого года пишет мне Дима Неконоров и говорит Юриец, я выиграл в лотерею дневной тур на катере с гидом за морской форелью на двоих Тур в апреле месяца И Димон спрашивает у организатора, у Тима, можно ли взять третьего Тима ему отвечает, что да, можно Тогда он возьмет катер побольше, чтобы всем было удобно Димон у меня спрашивает, согласен ли я составить им компанию Я, конечно же, отвечаю да, и это было в декабре Далее наступила весна, мы обговаривали время Один раз договорились на какую-то дату в апреле Но не получилось из-за сильного ветра В итоге рыбалку мы перенесли на 30 мая И сейчас вы увидите, что из этого получилось Думаю, это видео будет интересно как тем, кто успешно ловит форель в море в Эстонии Так и тем, кто ни разу не пробовал этого делать Это мое первое видео, которое будет сразу на двух языках с субтитрами Чтобы все могли понять, что там происходит Желаю вам приятного просмотра И так переносимся в 30 мая Субтитры делал субтитрами И я на самом деле, когда я был в первом году, я был в первом году, когда я был в 20-м году. А ты знаешь, что ты был профессионал? Нет, я знаю, что ты был вверх. И здесь был вверх, где я был вверх. Да, я был вверх. И мы пытались быть более чем-то, чем-то. И, конечно, вверху, это очень-очень, но здесь мы были вверх. И мы получили 2,5 килограмма. Но мы были вверх. И мы по мчалис кастровам на поиски марской фарели. Тимо добавил еще гаску и у Димона с головы сдуло кепко. Те естлаhti, вата каффе. Субтитры создавал его маневрите. Практика! мне жена не верит говорит ты не выиграл эту поездку стопутово говорит я говорю я честно когда-то хотел его реально чтобы посмотреть чисто как бы ну опытом меня был была такая мысль взять тур но потом вот фейсбуке у него было ну как розыгрыш чистая я в этот день на море стоял густой туман было уже около 10 утра и настал время приступать к ловле ребята втроем принялись методично облавливать экваторию в то время как электромотор двигал наш катер вдоль перспективных мест спустя некоторое время наш капитан поймал саргана это конечно не наша цель но тоже интересная и красивая рыбка когда мне нужно больше времени проводить дома чем на рыбалке чтобы их раскладывать и снова тима ловит саргана но на этот раз рыба не захотела составить компанию нам в лодке рекорд у меня девять самка но больших таких ну вот я говорю что сошла одна вот 20 20 примерно но это не это просто машина ее не остановить вообще просто нереально использую шнур может кто-то конечно вот тима видишь привык он да я тоже иногда использую вот когда холодная там вода или там за холодно когда обмерзает я все-таки леску использую разницы пока я не увидел поклевки есть и на шнур и на леску так же как в речке вот лосось ловим я там хожу ставлю флю как этот как умная маша а также там дима толстый ходит у него шнур 03 там и у нее также клюет как и с флюром ну и что с флюром что без флюра одинаково не знаю мне кажется что разницы не спинник у меня до 21 но мы можно ему 30 швырять спокойно длина 274 у меня трехметровый фаворит страдик 4000 леска ну что-то мне как-то нравится все-таки морской фаре на леску ловить она потому что бьет все равно очень мощно здесь это никак не как лосось который тюкает это должен вот поймать эту эту конкретную для того чтобы подсечь хорошо да а здесь нет здесь она бьет мощные ты по-любому чувству ну и конечно все-таки на леску мне больше нравится что она тягучая и ты играешь но трехметровый спинник обязательно а тима продолжал ловить саргана на 3 5 и сайт могу он сильно но вот висок и я ну вот юра уже поедет домой как он ее жадно съел ватланди океан истязо наблис на классно я да пасхар омаланди карти не таково я смотрю муль да пасхарим муль и таки, что делал? а с изнашим муль и мне втален давай, делай Георги, это все, что у меня есть первая фарайля. Мне очень много ландов. Много. Парам, да? Играя, что у нас есть стиль. Это специальный ремонт, который приведет к ней логичных и ориентированных ремонтов. И это у них логичных ремонтов. И это наезд, который был врагом. Это поиск лица. Это Александр. Это Олегсиланд. Это был Истланд. Садь мне? Да, я получал. У меня есть два файлди. И это был Вяинол. У меня есть кортер. Ты получал это? Да. В Эстике это очень много. Ухе конксуга. Да. И я получил два конксуга. Многие они получили. Уху. 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 Ну, то есть. Да. 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 Рекламиров. Да, милит. Сюда я с вами сказал. Уху. Милый милит. Уху. 28 или 26. Уху. 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 Знаю. Уху. 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 Якита. Уху. Парал enlightenment. Это у меня есть террас. Я не знаю, мне сегодня это было. И Эдди террас. Я не знаю. Они тоже говорят, что это на море форелли. Но я не могу ничего сказать. Я думаю, что это немного хауг. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Вейно. А это Георги. Вейно, Георги. После обмена блеснами мы пошли в сторону острова. На острове у нас в планах было пообедать и попробовать береговую ловлю. Умный электромотор доставил нас до самого берега. Мы припарковали катер и вышли на сушу. Аппарат не мой. Сразу, чтобы было понятно, аппарат крутой. Аппарат можно взять в аренду вместе с капитаном. Насколько я знаю, лодка реально классная. То есть вот мы четвером ходим. Устойчивость лодки шикарная. Готовит Тима еду. Что мы сегодня будем кушать? Смотри. Гречка с индюшатиной. Ты представляешь? Салатик как? О, видишь, даже салатик еще. Могу стоить. Салатик. 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 О, видишь, салатик. 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 Нар foram салатик. Вообще, ухом... на карте именно такие знаешь то есть вот здесь получается как такой небольшой бассейн углубление здесь камни тут вот идет такой свал и он здесь ловил ему как бы по логике рыба должна стоять какие-то факторы все эти как ну как никак они влияют но если рыба тусуется рядом то она клюнет неважно он говорит что и штиль и солнце и он ловил то есть без проблем то есть те кто зациклен что типа вот сегодня солнце и штиль я не пойду но это не по наше можно идти пробовать и ребята пробовали они передвигались вдоль берега и со знанием дела облавливали каждый перспективный участок с точки они делали по несколько забросов и продвигались дальше спустя примерно час андрей получил поклевку но к сожалению засечь рыбу ему не удалось но андрей миссия люфтус ноют все это мы сенали мы а дальше вы для вас недели по четыре и ухвага и изменили лову и ухвага и ухвага и ухвага и ухвага и ухвага А вот этот лент был на Апо и розоварг. Возьмите, когда Андрей Кырвал, мы кахлим пояс. Их мы подняли, что я был когнут логанами. Их у меня очень хороший хак. Их я не могла найти ленту. Мы ходили на ленте. И мне очень понравилось, что я с вами был локом. Много темпу Искус, когда я пьюсью, то я пьюсью. Я крутил, рульил, а потом я иду. Искусе 2-3 раз, потом я иду, а потом я иду. но если вы terminal, то есть легенд выяснился с саммой и заказал как из-за договоров к этому мне выяснился, как вы honey saved, этих наhomme я думаю, я не знаю, 5 минут я помню и гражданина, разве я изучал и когда ты захочет я Да, я имею в виду, что у меня есть удовольствие. И когда ты двигаешься, ты будешь лезть и ты будешь лезть лезть. Мне не было ничего. Реаги, как ты лезешь алкоголь, когда ты поедешь кида? Наatti ди-певал ольга пищи Главное пища нет Нолторынс Нолторынс, потому что пищи 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 не надо Но пусть Знаю, что я веду наAI Нет я не знаю ни Here Есть, когда лично пищи пищи Кто-то идет, из-за того, куда он из-за того, кого-либо вне Евгения пищи, кого-либо, то я вдвоя, через наняги и пюгипяев и пюгипяев он и имел и он и он и он и он и он и он и не знаю, как алкоголи но и он и 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 Румаю. Румаю. Прессируется как раз поколение. А когдаחневой приезжают, arrogance, как изделение. Реет ли рейти? Реет ли шлип поре? Поколистик, он ежеден? Ага, рейтенка. Рейтенка, Мы не можем не обходить в алкоголь. Парал пекки? Парал пекки? Да, и салона. Да. Ну что? Ну что? Ну что? На обратном пути мы помогли Тимо собрать мусор, который валялся на берегу. Тимо сказал, что такой улов есть всегда, и он старается увозить его с острова с собой. Мы отправились в сторону порта, но по пути решили зайти еще в пару мест. Надежда на поимку форели еще оставалась. А, как известно, надежда умирает последней. Последняя попытка тоже не принесла желанного результата, и настало время возвращаться в порт. Наша сегодняшняя рыбалка подошла к концу. С гидом. С Тимо. Мы круто отдохнули. Не знаю, мне понравилось, у Юры был... Вообще шикардос. Я даже с рыбой домой еду. Кстати, да. А я еду с поклевкой, с одной тоже, хорошо? Ну... Не знаю, мне понравилось. Новые места, во-первых, узнал Тимо, показал, рассказал много интересного. Я как бы получил опыт, мы обменялись каким-то там опытом. Вот. Тимо рассказал какие-то нюансы по своей, так сказать... Ну, я не знаю, что он тейный тэ на госсуль. То есть, это юбайол и хобби, что он... Что он либо тэ. Ну, да. О своей работе, а второй, так сказать, халтура. Я не знаю. Вот. Рассказал какие-то нюансы. Попробуй что-то учесть для себя. Потому что, ну, я тоже немножко занимаюсь, так сказать. Так. Вожу людей, посмотреть пейзаж. Иногда поймать рыбу, если получается. Спасибо Тимо. Сурай так, Сулла. Спасибо, Тимо. Это было очень круто. Сурай так. И надо его поддерживать. Если есть какие-то вопросы по поводу Тимо, что у него, сколько стоят его услуги там и как ему можно... Спрашивайте, пишите. Или напрямую Тимо. Сину инстаграмми выйб панна? Да. 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 Лодка. Лодка шикарная. Классная. Да. 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 Найдите в комментариях. Да. Окей. Так что, да. Всем пока. Отлично. Спасибо. Классный день, шикарная погода. Вот так прошел наш рыболовный день с гидом на Финском заливе. Мы попробовали поймать морскую форель, но, как вы видели, видимо не в этот раз. Зато я привез домой несколько сарганов, которых поймал Тимо. Говорят, что ловля морской форели – это почти наркотик. И если это так, то сегодня я получил свою первую бесплатную дозу. И немного мне даже отсыпали с собой. В том смысле, что к туру в розыгрыше прилагалась блесна, и парни решили отдать ее мне. Посмотрите, какая красота. Блестит. Ручной работы. На дощечке. Теперь в планах протестировать ее осенью где-нибудь в наших краях в Идавируме. Спасибо ребятам, что взяли меня с собой провести этот чудесный день на море. Я получил много интересных инсайтов по ловле морской форели в Эстонии. Да, кстати, тур у Тима был организован просто шикарно. Если у вас есть какие-то советы, вопросы по этой теме, по сегодняшней, то пишите в комментариях. Отвечу с удовольствием. Да, кстати, и жареный сарган – это великолепная рыбка. Вся семья была довольна. Все, ребят, до новых встреч. Всем пока.